Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Николай Соколов. Я преподаватель арабского языка и автор канала «Арабский без проблем». Сегодня у нас не очень обычное видео. Вы видите, что оно живое. Я вышел сегодня в эфир живьем. И все это связано с тем, что очень скоро наступит Новый 2019 год. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Точнее, не совсем об этом, но Новый год будет у нас в теме. В арабских странах Новый год, конечно, отмечают, но отмечают по-разному. Это не совсем официальный праздник. Где-то отмечают его больше, где-то меньше, где-то его отмечание ограничено строгими религиозными правилами. Но сегодня мы будем говорить немножко о другом. Я хочу сегодня рассказать вам, как поздравить вашего арабского собеседника с Новым годом и пожелать ему всяческих благ. И кроме того, все эти поздравления, которые вы сегодня увидите и услышите, вы можете использовать и на любые другие случаи жизни. Итак, начнем. Прежде всего, давайте договоримся так, что поздравлять можно, просто говоря, поздравления. Поздравлять можно с каким-то конкретным событием. И можно в дальнейшем после этого желать чего-то хорошего. И вот самое распространенное поздравление в арабском языке не только с Новым годом, а вообще по любому случаю это слово Мабрук. Мабрук. Что так и значит поздравляю. Это от глагола благословлять. Барака. Мабрук. Это значит вот благословенный. Поздравляю. Словом Мабрук можно отмечать любое какое-то событие, любое радостное событие у человека, достижения какие-то, праздники и прочее. Говоря Мабрук, вы можете добавлять к этому слову еще и обращение. Какое-то имя, либо обращение как к своему другу. Например. Мабрук. Ахмад. Поздравляю. О, Ахмад. Мабрук. Садыка. Поздравляю, друг. Мабрук. Ахи. Поздравляю, брат. Например. Можно даже выразить поздравление вот по такому случаю. Мабрук. Ахи. Ахиран того сэльна иль кахира. Поздравляю тебя, брат. Наконец-то мы добрались до Каира. Вот таким образом словом Мабрук предваряется поздравление, ну, по сути дела, с любым радостным событием. Запомните это слово и всегда, когда человек что-нибудь скажет, например, у меня сегодня день рождения или там я сдал экзамен, я устроился на новую работу, вы ему скажете Мабрук. Яхи. Или Мабрук. Яхти. Поздравляю, брат. Поздравляю, сестра. Это самое распространенное выражение. Теперь дальше. Возьмем уже конкретно наш праздник Новый год. По-арабски Новый год будет либо РАСУССАНА, РАСУССАНА. То есть голова года, начало года. Это Новый год. РАСУССАНА. Либо АССАНАЛ-ДЖАДИИДА. АССАНАЛ-ДЖАДИИДА. Новый год. САНАЛ-ДЖАДИИДА. Так вот, когда мы поздравляем с Новым годом, мы сначала говорим это слово Новый год и добавляем к нему слово СААИДА, то есть счастливого. РАСУССАНА СААИДА. С Новым годом. Счастливого Нового года. РАСУССАНА СААИДА. САНАЛ-ДЖАДИИДА СААИДА. Счастливого Нового года. САНАЛ-ДЖАДИИДА СААИДА. И вот эти два поздравления вы можете говорить уже по конкретному случаю. либо перед Новым годом, либо сразу после. Встречаете своего друга, говорите ему РАСУССАНА СААИДА. РАСУССАНА СААИДА. Счастливого Нового года. И еще одно поздравление с Новым годом. И не только с Новым годом. Оно звучит так. Оно звучит так. КУЛЬЮ САНА ВА ЭНТА БИХАИР. КУЛЬЮ САНА ВА ЭНТА БИХАИР. Ну а если вы обращаетесь к группе лиц, то КУЛЬЮ САНА ВА ЭНТА БИХАИР. Это значит, что пусть у вас весь год будет все хорошо. Либо пусть у тебя весь год будет все хорошо. И тогда мы можем после, скажем, поздравления с Новым годом. РАСУССАНА САИДА. КУЛЬЮ САНА ВА ЭНТА БИХАИР. Снова поздравляю с Новым годом. И пусть весь год у вас будет все хорошо. Причем вот это вот выражение. КУЛЬЮ САНА ВА ЭНТА БИХАИР. Или КУЛЬЮ САНА ВА ЭНТА БИХАИР. Оно используется не только для поздравления с Новым годом. Но и для поздравления, к примеру, с днем рождения. Но и вообще с каким-то памятным событием. Потому что это очень стандартное выражение. Пусть весь год у вас будет все хорошо. И вы также можете его применять. Другой вариант этого же выражения. Это поздравления, в котором немножко заменены слова. То есть у нас год может обозначаться словом САНА. А может и словом АМ. АМ. И можно сказать так. КУЛЬЮ АМ ВА ЭНТА ТАИБ. То есть пусть весь год у тебя будет все хорошо. КУЛЬЮ АМ ВА ЭНТА ТАИБ. Пусть у вас будет год. Пусть у вас весь год будет все хорошо. Поэтому запомните эти два выражения. Вот посмотрите, они тут записаны. И смело поздравляйте вот прямо сейчас ваших друзей. Пишите им. Либо говорите словами, звуком, голосом. Чтобы сделать им приятное. А теперь переходим к пожеланиям. Ведь мы часто очень желаем самим себе, своим близким здоровья, успеха, удачи. Точно так же можно сказать и по-арабски. Это абсолютно одинаковое выражение. Глагол Я ЖЕЛАЮ. Это глагол ЭТА МЕННА. Звучит очень красиво и запоминается тоже очень хорошо. ЭТА МЕННА. Я ЖЕЛАЮ. ЭТА МЕННА ЛЕК. Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ. ЭТА МЕННА ЛЕК. ЖЕЛАЮ ТЕБЕ. ЭТА МЕННА ЛЕКУМ. ЖЕЛАЮ ВАМ. ЭТА МЕННА ЛЕКУМ. ЖЕЛАЮ ВАМ. А вот чего желаю вам? Посмотрите. ЭТА МЕННА ЛЕК НАДЖАХ. Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ УСПЕХА. ЭТА МЕННА ЛЕК САГАДА. ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЧАСТЬЯ. ЭТА МЕННА ЛЕК МАССИХА. ЖЕЛАЮ Вам СДОРОВЬЯ. Желаю вам удачи Все те же самые поздравления, что говорим и мы Успех, счастье, здоровье, удача И вы можете, в принципе, сказать это все через частицу, через союз И, кстати, после вот этих пожеланий или поздравлений очень хорошо добавить такое выражение Мин самим кальби, что значит от всего сердца Либо я поздравляю вас от всего сердца, либо желаю вам от всего сердца Это будет очень тепло и очень вежливо, когда вы это скажете И так далее Вот такие выражения вы можете использовать для поздравления с Новым Годом И с любым другим памятным событием или праздником Надеюсь, что это видео окажется вам полезным Ну, а я со своей стороны тоже поздравляю вас с Новым Годом Мин самим кальби Мы с вами встретимся обязательно в Новом Году в наших следующих видео Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки И приходите ко мне на курсы арабского языка Расус сана Саида Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok